Здравствуйте! В эфире уроки православия. С вами Марина Милосердова, и я рада представить вам моего сегодняшнего собеседника, руководителя миссионерского отдела Курской епархии, священника Тигри Хачатуряна. Здравствуйте, отец Тигри. Здравствуйте! Тема сегодняшней программы – крещение Руси или выбор веры. Наша страна и православие в сознании многих тесно связаны друг с другом. Если Русь, то непременно святая. Если русский, то обязательно православный. Отец Тигри, как правило, при подготовке программы мы спрашиваем жителей нашего города по тематике эфира. Сегодня мы задали им вопрос, почему наши предки выбрали веру православную. И в преддверии нашей беседы предлагаю посмотреть материал, который мы подготовили. Крещение Руси – это, пожалуй, одно из главных событий, от которого зависел весь ход развития русской истории. Почему это произошло? О, это интересный вопрос. Почему наши предки именно православную веру выбрали? Ну, мне кажется, это как-то зарождалось. Уже из покон веков шло это все. Ну, как я считаю? Считаю, правильно они выбрали. Я вообще, мне казалось, что стола становится на языческой вере. Она была хотя бы, ну, родная наша. Это мое обвинение. А почему? Что подобнее было управлять, наверное? Даже не знаю. Я особо не верующий, если честно. Именно сердце подсказало князю Владимиру выбрать православие. Как произошло его личное обращение к Христу – это тайна, не поддающаяся научному раскрытию. Это была самая лучшая вера, по мнению Владимира. Он долгое время выбирал и выбрал ее, потому что не надо приносить никаких жертв. Это довольно сложный вопрос, но, скорее всего, так было им удобнее верить в Бога, потому что не верить ни в кого невозможно. Слово «славное», может быть, это корень какой-то. И «право», «право», «славное». Значит, мы правы и славные. Все замечательно. Согласно преданиям, немалую роль сыграло и то, что только в Константинополе послы почувствовали величие и славу византийского богослужения. Не можем забыть красоты той, ибо каждый, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького. Ряд авторов считает вполне установленным фактом, что князья Аскольд и Дир с болярами, как сказано в летописи, и некоторым количеством народа приняли крещение, так как во время похода на Константинополь были устрашены силы константинопольского патриарха, который по преданию опустил святые мощи в воду, и большая часть флота тут же затонула в ходе шторма. В византийских источниках описывается момент крещения русов в период 842-867 годов. То есть источники дают противоречивые указания на точное время крещения. Так все-таки, когда произошло принятие Киевской Руси у христианства как государственной религии? Я позволю сначала, не могу вас поправить, относительно устрашения мощи патриарха. Это, точнее, будет сказать, что Аскольд и Дир и все воинство были устрашены благодатным действием небес, то есть Господней благодати и заступничеством Божьей Матери, которая непосредственно откликнулась на молитву константинопольского патриарха, императора и всего честного народа, потому что они реально понимали, какая угроза нависла над Константинополем. И, в общем, это был судьбоносный момент. Что же касается даты принятия, я, может быть, скажу немного провокативно, но это, наверное, не самое главное, потому что читаем один список повести временных лег до Ипатерски, там одна дата, читаем другой список, там другая. И, может быть, наверное, никогда историческая наука не даст, как говорится, совершенно точных, достоверных и каких-то вот окончательных сведений, потому что многие вещи были утрачены, многое сжигалось, какие-то термины появились только там благодаря Татищеву или Карамзину. Вопрос, я думаю, в другом. В том, что на этот период времени, то есть на конец, на середину и конец X века, вот эти славянские племена, объединенные Великокняжеским престолом в Киеве, оказались способными принять православную веру. «988 год. Крещение Руси». Эта дата есть во всех учебниках истории, а само событие часто воспринимается весьма примитивно. «Владимир повелел окрестить Русичей в Днепре, и была радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ», – говорит предание. Правда ли, что христианизация народов Российской империи была длительным процессом, продолжавшимся в течение девяти последующих веков? Я думаю, здесь нужно развести эпоху князя Владимира и последующий период империи, потому что на момент крещения Русь, конечно, не была империей, она не могла так фактически называться. Что касается христианизации, действительно, она продолжалась долго, но на момент крещения князя Владимира надо вообще учитывать одну вещь, что когда мы говорим даже о каком-то очень важном духовном событии, никогда не нужно забывать о его земной составляющей. У нас часто появляется искушение либо отбросить все небесное и объяснить все чисто земными условиями, отсюда вот эти всякие теории, и через Маркса и так далее, то есть экономику, политику, или мы часто совершенно забываем про эту же самую экономику и политику, начинаем оперировать исключительно духовными категориями. То и другое является глубоким заблуждением. Истинное всегда где-то посередине. Безусловно, если вот посмотреть просто даже на гражданскую историю, отношения князя Владимира и Византии. В тот момент, когда на Киевском престоле княжил князь Владимир, в Константинополе у власти находилась династия потомственных армянских князей, конечно же, принявших православную веру. И, как мы знаем из истории, собственно, сам князь Владимир женился на Анне, которая, в общем-то, была армянкой. Сюда, кстати, я начинаю с, наверное, корней армяно-русских отношений раньше, чем, в общем-то, кто-то может представить. Дело в том, что и события, связанные еще с крещением княгини Ольги, события взаимоотношения и наращивания экономических, торгово-экономических отношений, усиливающие с Киевской Руси, с окружающими странами, да, и с даже дальними странами, империями. Это, с одной стороны. С другой стороны, четкое понимание того, что язычество не удовлетворяет духовные запросы и само по себе является фактором децентрализирующим, потому что многобожие само по себе не может объединять народ, потому что, по своей сути, оно является началом таким вот центробежным, да. И вот, я думаю, что все это вкупе, вместе, соединенное с внутренними запросами самого князя Владимира, в конце концов, привело к тому, что вот в энный год, может быть, действительно, это был 1988 год, конец X века, князь Владимир крестился в Херсонесе. В том месте, которое до сих пор указывают археологи, историки. Важно сказать о другом, что, как писал тот же известный наш современный русский философ и специалист по древнерусской эстетике Виктор Бычков, замечательной монографии по древнерусской эстетике, само жизнерадостное мироощущение, миропонимание, такое жизнеутверждающее славянских народов, способствовало принятию христианства. Потому что христиан само по себе есть религия жизнерадостная. Это нам пытаются представить ее как храмую, как пессимистичную, как религию славых. На самом деле, об этом говорят люди, вообще ничего не понимающие в христианстве. Именно это жизнерадостное восприятие мира через христианство, которое, собственно, уже у них было еще дохристианских славян, позволило им с легкостью принять благую весть и осознать единственность Бога в этом мире. Осознать, что вот их прежние верования были где-то слабыми отблесками истины, но не самой истиной, где-то в меру соединенными заблуждениями. На самом деле, вера истинная заключается в том, что Бог, сотворивший мир, один. Почему князь Владимир выбрал христианство? Я думаю, что этому способствуют разные обстоятельства, о которых я уже говорил. И экономические, и политические события, которые разворачивались в отношениях Киевской Руси и окружавших ее народов, и дальних империй. И, безусловно, как уже было сказано, внутренний духовный фактор, то есть внутренний поиск веры, неудовлетворенность, поклонением Перуну, Макуши и всем этим прочим богам. Почему вдруг сотни людей без предварительной подготовки, без измысления сущности христианства вдруг взяли и приняли эту веру? И был ли этот выбор трудным, и чем он характеризовался? Любое принятие веры каждым отдельно взятым человеком, может, тем более целый народ, это всегда очень трудный духовный процесс. Никогда и нигде ни в одной точке земного шара он не проходил безболезненно. А вот на самом деле, на самом деле, люди в массе своей были готовы к тому, чтобы их позвали на Днепр. Они внутренне, духовно ощущали это расположение. Они были готовы к тому, чтобы признать одного единого Бога, как Творца над всем миром. И это самое главное. После принятия христианства на Руси как ликвидировались языческие культы? С одной стороны, это процесс носил естественных характеров. С другой стороны, наверное, не обошлось без каких-то насильственных действий, из таких можно назвать, или закономерных действий. Потому что если я вот здесь хочу построить храм, вот на данном месте, а здесь стоит языческое капище, я его должен уничтожить. Ибо нет ничего общего, как говорит апостол Павел, у света с тьмой и у дьявола с Богом. Бабушка князя Владимира, княгиня Ольга, супруга князя Игоря, была христианкой. Она приняла крещение в Царьграде согласно летописи в 957 году. Миниатюра из Радзивилловской летописи это подтверждает. Известно ли, почему она сделала именно такой выбор? По одним сведениям, она приняла крещение в 945 году и в 955. Вот видите, вы называете 957 год. Я думаю, что здесь также сыграли роль и те же самые политические мотивы, и экономический фактор. Ольга очень хорошо понимала. В то время, как Святослав ходил по всяким походами на дальние земли, Ольга реально княжила в Киеве. Все понимали, что реально ситуацией в Киеве владеет Ольга. Ольга была чрезвычайно мудрой женщиной, политически организованной, очень грамотной. То есть по своему уму и способностям она не уступала, наверное, ни одному византийскому императору. И я думаю, что ее выбор, будучи обусловленным разными земными факторами, безусловно, в качестве доминанта имел все-таки духовное устремление и реальный внутренний поиск, который нашел свое, наверное, удовлетворение или открытие какое-то именно в принятии православия. Согласно повести временных лет, до крещения князя Владимира имело место испытание вер. Владимиру предлагались, в частности, ислам из Волжской Булгарии, иудаизм от Хазар и латинство. Все они были отвергнуты князям по различным причинам. По каким? Князь Владимир очень хорошо понимал, что ни латинство с поставлением человека на место Бога, ни тот же иудаизм, который был уже дискретирован сам по себе вот этим насильственным рассеянием иудеи по всему миру, ни ислам со многими совершенно непонятными, и даже внешними установками не привлекали его. Я думаю, что его душа естественно, инстинктивно искала вот этого жизнеутверждающего мировоззрения, которое он нашел в христианстве. Хотя религия не есть, миропонимание, но религия позволяет человеку сформировать миропонимание. Почему на части территории христианство наслаждалось силой? При этом уничтожались культовые сооружения язычников, сопротивлявшиеся, подвергались репрессиям. Согласно некоторым летописным источникам, Новгород оказал активное сопротивление в ведению христианства. Он был крещен в 990 году епископом Иоакимом при помощи киевского воевода Добрыния. Начнем с того, что Новгород, по-моему, не только в этом случае засветился своим вот этим свободолюбием, он сопряжался, по-моему, всегда и всему, что шло изменение, что как бы шло вразрез с водолюбивым таким вот своеобразным духом новгородцев, которые любили какую-то такую буйную разгульную свободу. Без насилия абсолютно невозможно было бы обойтись, потому что раз мы это принимаем как государственную веру, а не просто как удел княжеской дружины, или там исключительно бояр, или кого-то еще, да, хотя, собственно, и бояр еще не было, или простого народа, значит, если весь народ должен стать христианом, значит, естественно, есть некий элемент принуждения. Но я считаю, что этот элемент принуждения не является чем-то негативным, потому что это элемент воспитательный. Каждый из нас, воспитывая своего ребенка, обязательно принимает, то есть использует принуждение. И без него не обходится ни один воспитательный процесс. Но разве выбор веры не предполагает свободу выбора? Предполагает свободу выбора, безусловно, но, простите, когда великий князь принимает какое-то решение, не всегда епископ церкви может ему указать, что делать, как мы чаще всего видим в истории Руси и западных стран. Политический лидер имеет свои взгляды на разные вещи, и он политически смотрит на ситуацию. После принятия христианства на Руси начали активно строить школы, учить грамоте, приводить книги. Так крещение послужило началом просвещения Руси. Именно началом, а не завершением великих перемен, которые не завершились и сегодня. Отец Тигр, сейчас я прошу подвести вас итог нашей беседы о крещении Руси и выборе веры. Дорогие братья и сестры, тысячу лет назад, уже больше тысячи лет назад, наш народ принял православную веру. Принятие веры принесло нам, во-первых, четкое понимание того, кто есть Бог и как Ему нужно поклоняться. На нашей зиме появились многочисленные памятники нашей веры. Храмы, фрески, мозаики, книги и прочие атрибуты духовного искусства. Сегодня мы живем как наследники тысячелетней Руси, христианской Руси. И сегодняшний этап нашей жизни, он весьма сложен, потому что мир все больше и быстрее изменяется, и все меньше оставляет шансов для выбора, выбора осмысленного. И вот сегодня каждому из нас предстоит сделать выбор. Независимо от развития технологий и прочих каких-то вещей в изменяющемся мире, останемся ли мы христианами? Или отдадим свою веру на откуп различным течениям, духовным направлениям, всевозможным вызовам со стороны духовных и светских проповедников? Но если мы хотим остаться наследниками своей веры и хотим знать Бога так чисто и свято, как знали наши предки, наверное, все-таки нужно остаться наследниками князя Владимира. Выбор, сделанный князем Владимиром, это выбор сегодня нас. Выбор, который смотрит в будущее, выбор, с которым мы можем пройти через все трудности, все искушения, испытания и пронести знамя христианства для всех народов. Мне остается только поблагодарить вас за интересный разговор и попрощаться до следующей встречи. Большое вам спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Уважаемые телезрители, мы встретимся с вами ровно через месяц на телеканале СЕИ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова